Здравствуйте, многоуважаемые президиумы, многоуважаемые коллеги, пациенты. В первую очередь, прежде чем начать свою презентацию, хочу сказать, что с 2021 года МИД с онкологией имени Петрова лицензирован по вспомогательным репродуктивным технологиям и целенаправленно занимается сохранением фертильности онкологических пациентов. И моя презентация основана на самых обсуждаемых вопросах в рамках консультации по сохранению репродуктивного потенциала с пациентами. Прежде чем говорить непосредственно по теме, я хочу сказать, что возраст – это основной повод задуматься о детях. Это наиболее актуальный вопрос, наиболее актуальная тема, и для женщины, для мужчин, но для женщин она актуальна как никогда, учитывая тенденцию к более позднему деторождению. Женщины склонны формировать свою карьеру и задумываются о детях зачастую после 35 лет. По определению Всемирной организации здравоохранения репродуктивный возраст определен от 15 до 49 лет. Ранний репродуктивный возраст – это до 35 лет, поздний – после 35 и старше. Но есть один очень важный аспект, и он кардинально важный. В Северной Америке провели исследование совершенно здоровых женщин, которые живут изолированно в общине, не принимают контрацептивы и правильно питаются, не подвержены стрессовым факторам современного мира. И что обнаружили, что к 34 годам у этой совершенно здоровой популяции женщин, 11% женщин уже не способны иметь детей. К 40 годам этот процент достигает 33, а к 45 годам 87% женщин уже не способны к деторождению. Поэтому есть такое понятие, как старение аоцитов. Это научное название развивающейся женской яйцеклетки, и это основной фактор бесплодия для женщин. Кроме того, после 38 лет увеличивается частота хромосомных аномалий эмбрионов, и после 42 лет около третья зачатия имеют отклонение в генетическом хромосомном наборе. Тем самым они чаще всего прерываются или реализуются в неполноценных детях. Поэтому, согласно некоторым расчетным моделям, в настоящее время женщинам в возрасте 34 лет, для того, чтобы забеременеть и успешно родить, потребуется 10 яйцеклеток. Женщинам в возрасте 37 лет, где-то это будет составлять около 20 яйцеклеток, а женщинам после 42 лет это уже нужна 61 яйцеклетка. Поэтому репродуктологами, и для меня это было тоже открытием, определен рубеж. В 35 лет женщина должна, желательно, чтобы она реализовалась как мама до 35 лет. После 42 лет шансов на хорошую беременность, на зачатие хорошую беременность, вынашивание и рождение здорового ребенка стремятся к нулю. Что такое авариальный резерв? Это то, на что основывается репродуктолог в принятии каких-либо решений. Я вам сейчас примитивно расскажу, что у нас есть у женщин, какую мы имеем данность. При рождении уже сформирован у нас пул фолликулов, который составляет банк нашего фолликулярного резерва. К рождению девочки, у новорожденной девочки фолликулы составляют примерно 1-2 миллиона яйцеклеток фолликулов. И это фолликулярный резерв, который к моменту полового созревания составляет, редуцируется, часть его редуцируется, составляет уже 250-300 тысяч фолликулов в яичниках. В течение жизни у каждой женщины происходит в среднем 300-400 овуляций. Так вот, каждый менструальный цикл мы как бы зачерпываем корзиной эти вот условно яйца. И только из всего вот этого количества фолликулов только один становится доминирующим, и только один овулирует. И это является яйцеклеткой, которая может быть оплодотворена. Так вот, в позднем репродуктивном возрасте, который наступает после 35 лет, понятно, что это понятие индивидуальное, у каждой женщины могут быть какой-то диапазон расхождений, но в среднем это 35 лет, в позднем репродуктивном возрасте остаются единичные фолликулы, и качество яйцеклеток страдает, они тоже устаревают. Поэтому репродуктологами, у репродуктологов есть такое понятие, как авариальный резерв. Авариальный резерв основан в первую очередь на возрасте, во вторую очередь оценивается уровень антимюллерового гормона, который косвенно говорит о возможности яичников продуцировать нормальные фолликулы яйцеклетки, и оценивается на второй и третий день менструального цикла количество антральных фолликулов в яичниках по результатам ультразвукового исследования. Кроме всего сказанного, есть еще такое понятие, как преждевременная недостаточность яичников, которое обусловлено часто генетическим фактором, и поэтому я прошу девочек поинтересоваться у мамы, женщин, девочек поинтересоваться у мамы, когда у мамы наступила менопауза. На это можно ориентироваться, и если у мамы, например, это было до 40 лет или до 45 лет, то у девочки, у женщины можно ожидать примерно такого же развития событий. На функцию яичников также влияет особенность протекания беременности у мамы, были ли какие-то угрозы прерывания или какие-то стрессовые факторы. Все это формирует закладку фолликулярного резерва у дочери. Операции на репродуктивных органах, когда повреждается корковый слой яичников, и это все ведет к истощению фолликулярного резерва. Воспалительные заболевания оказывают примерно такое же влияние. И то, что касается нашей темы, это воздействие токсических веществ, в частности химиопрепаратов и радиационного излучения на яичнике, которая резко негативно сказывается на возможности реализоваться в будущем в репродуктивном плане. Что такое гонадотоксичность? Гонадотоксичность – это отсутствие менструальных циклов в течение более 4 месяцев, более 4 месяцев и повышенный уровень фолликулостимулирующего гормона у взрослых женщин в возрасте 40 лет и младше под воздействием онкологической терапии. Чаще всего это химиотерапевтические препараты, которые приводят к преждевременной недостаточности яичников. И для гонадотоксичного воздействия после химиотерапии характерны изменения в яичниках, которые свойственны естественному старению. Редуцируется фолликулярный пол, повреждаются фолликулы, нарушается кровоснабжение и фиброзируется кортикальный слой. Косвенным признаком, по которому можно судить о возможном воздействии, степени воздействия химиотерапевтических препаратов на яичниках, на яичнике является уровень антимюллерового гормона. И если он до начала старта онкологической терапии составляет примерно 2 нанограмма на миллилитр, то мы можем спрогнозировать потерю менструальной функции более 5 лет. У пациенток до 35 лет вероятность развития необратимой аминореи, то есть отсутствия менструации, менее 20%. У пациентов старше 40 лет более 80. Вот почему я делала акцент именно на возраст. Менструальный цикл, как правило, в молодом возрасте восстанавливается через 6-12 месяцев после окончания химиотерапевтического лечения. Но беременность собственными яйцеклетками чаще всего невозможна, потому что яйцеклетки, фолликулы повреждены и нормальные яйцеклетки не вырабатываются. Лучевая терапия. Лучевая терапия оказывает структурные сосудистые повреждения матки, что приводит к осложнениям и невозможности вынашивания. Но кроме того, они стерилизуют яичники, очень агрессивно воздействуют на яичники и выработка собственных яйцеклеток также невозможна. Вот при дозе облучения 1,5 грей вызывает, следует временное прекращение менструации. А при дозе облучения 20 грей, причем это не самая большая доза облучения малого таза, это стерилизующая доза для женщин. Ну и кроме того, в онкологическом лечении часто очень присутствует хирургическое лечение, которое также оказывает непоправимое воздействие, особенно если это хирургическое лечение органов репродуктивной системы. Поэтому, уважаемые женщины, кто столкнулся с диагнозом рак, вы должны помнить, что любое онкологическое лечение длительное. Кроме того, оно требует длительного периода наблюдения, от 2 до 5 лет и более. И поэтому, если у вас возраст ближе к 35 годам, то возможности зачать самостоятельно может не быть. И любое онкологическое лечение, даже если оно локализовано выше органов или вне зоны репродуктивной системы, может оказать отрицательное воздействие на способность к зачатию. Очень важно. Мнение, что женщина способна зачать и выносить до тех пор, пока существует менструация, ошибочен. Для женщин возраст деторождения ограничен. Я это повторяю, потому что это крайне важно. Если диагностировано любое онкологическое заболевание в возрасте 35 лет и старше, то это обязательный повод обратиться к репродуктологу. И если вы планируете онкологическое лечение и просто заинтересованы в рождении детей, то проконсультируйтесь репродуктолога до начала онкологической терапии. Хочу отметить, что ввиду развития этого направления в нашем институте первичная консультация онколога-репродуктолога бесплатна и осуществляется ежедневно. Это все организовано для максимального комфорта и доступности. Как действовать и что нужно предпринять? Во-первых, нужно обсудить с лечащим онкологом планируемое лечение. Что планируется? Какой объем онкологической терапии планируется? Какие препараты должны быть? Будет ли проводиться химиотерапия? Будет ли проводиться лучевая терапия? И определить примерно дату планируемой госпитализации. Если это касается хирургического лечения, и это опухоль репродуктивных органов, то необходимо с хирургом обсудить возможность выполнения органосохраняющего лечения. И третий этап – это прийти к репродуктологу на консультацию. Это должно быть сделано как можно быстрее и до начала основной терапии. В настоящее время существуют следующие варианты сохранения фертильности. Это криоконсервация спермы для мужчин, криоконсервация эмбрионов и яйцеклеток для женщин, криоконсервация ткани яичника. До 2021 года это была экспериментальная технология, но в настоящее время в этом году она признана неэкспериментальной, которая может быть использована. И криоконсервация ткани яичка до настоящего времени остается экспериментальной, и нет достаточно данных для того, чтобы широко ее применять. Кроме того, один из вариантов сохранения фертильности для женщин является применение препаратов, которые выключают функцию яичников, это аналоги гонодотропин-релизингормона, на период проведения химиотерапии. Опять же, эти препараты рекомендуются, их нужно применять, но тут тоже определяющим является возраст. Их большая эффективность у девочек, у женщин, у молодых женщин в возрасте до 35 лет. Что такое контролируемость эмуляции яичников? Это отдельный вопрос, потому что часто женщины боятся самого этого понятия. Значит, объясню элементарно просто. В каждом менструальном цикле в нашем яичнике стартует множество яйцеклеток. Вот они в виде черных таких дырочек. И в естественном менструальном цикле из всего этого пола яйцеклеток выбивается один. Он является доминирующим. Он же овулирует, и он же оплодотворяется сперматозоидом, и получается, как правило, один ребенок, но редко больше. Что делаем мы для того, чтобы сохранить максимально большое количество яйцеклеток? Потому что мы ограничены во времени. Нам нужно все это сделать и успеть до начала онкологической терапии. Мы обманываем природу. Мы из всего этого пола яйцеклеток. Мы не даем никому редуцироваться, никакому из фолликулов редуцироваться. Это сопровождается введением гормональных препаратов, которые аналогичны препаратам, аналогичны естественным гормонам организма. И созревает в данном яичнике, получается, много яйцеклеток. Много фолликулов становится, все фолликулы становятся лидирующими. И каждая из них пунктируется, и получается множество яйцеклеток. А яйцеклетку можно оплодотворить, и это уже эмбрион на 5-дневной стадии развития. И это дает максимальный эффект. Нужно помнить, что контролируемая стимуляция яичников занимает примерно 2-3 недели. Но этого времени, как правило, достаточно до начала основной терапии. И мы умещаемся. Насколько безопасна контролируемая стимуляция яичников? Самый большой. Начнем с того, что контролируемая стимуляция яичников для криоконсервации эмбрионов и ацитов это наиболее эффективный метод сохранения собственного генетического материала по сравнению с другими методами. Наибольшую настороженность у женщин вызывает вопрос именно сверхфизиологичных инъекций гормональных препаратов. В настоящее время проведены исследования и уже доказано для онкологических пациентов безопасность проведения трех циклов контролируемой стимуляции яичников. Но, как правило, у нас для этого нет времени. Нам нужен один или два цикла. Для обеспечения хорошего репродуктивного результата, то есть достижения хорошей беременности в последующем, после выздоровления, желательно криоконсервация не менее 20 яйцеклеток. Для пациентов с гормоночувствительными опухолями протоколы стимуляции должны быть дополнены препаратами, которые снижают выработки собственного эстрогена. Это ингибиторы роматазы, литрозол. Использование для стимуляции яичников гонодотропинов в комбинации с литрозолом не снижает эффективность данного цикла стимуляции и не влияет на показатели развития рецидива выживаемости пациентов. Специально для онкологических пациентов разработаны и внедрены, опробированы, они показали хорошую эффективность протокола случайного начала стимуляции. Это позволяет нам начинать стимуляцию в любой день менструального цикла, даже в саму менструацию. Это не влияет на снижение показателей и результатов самой стимуляции. Кроме того, стоит сказать, что те пациенты, которые совершенно категорически отрицают именно стимулирующие введение стимулирующих препаратов, проведение стимуляции, есть такой метод, как метод IVM. Заключается он в том, что пунктируют незрелые фолликулы в любую стадию менструального цикла, в любую фазу менструального цикла. Или можно после короткой стимуляции там используются минимальные дозы гонодотропинов. Забираются незрелые яйцеклетки, ациты по-научному, и их культивируют в специальных средах. А дальше уже можно криоконсервировать или оплодотворять и криоконсервировать. Но до настоящего времени относительно низкая эффективность, и поэтому применение данного метода может рассматриваться только когда стимуляция противопоказана или категорически отрицается самой пациенткой. И стоит помнить, что у онкологических пациентов можно ожидать худшего ответа яичников на стимуляцию. Это часто наблюдается при опухолях репродуктивной системы. Как сохраняется генетический материал? Криоконсервация женских яйцеклеток, эбрионов и спермы неэкспериментальный метод и позволяет иметь здоровых детей в будущем. Это уже доказанный, опробованный метод. С 1990 года применяется метод мгновенной криоконсервации, это витрификация, что позволяет избежать повреждения самой клетки. Там не образуются кристаллы льда. И после оттаивания 96-99% ооцитов, эмбрионов и сперматозоидов жизнеспособны. Использование криотехнологий позволяет создавать нам банки донорской спермы и яйцеклеток, помимо замораживания своего генетического материала и сохранять избыточные эмбрионы в стимулированных циклах и использовать также их по мере необходимости. Для онкологических пациентов, которые находятся в постоянных крепких супружеских отношениях, рекомендуется криоконсервация и яйцеклеток, и эмбрионов. Эмбрионы показывают большую стойкость при размораживании, так как они уже продемонстрировали потенциал к жизни в виде 5 дней хорошего развития. И ученые занимаются до настоящего времени и в будущем еще будут заниматься тем, что исследуют влияние криоконсервации на здоровье будущих детей. Но до настоящего времени отрицательных данных не получено. И, женщины, вы должны помнить, что другого забора генетического материала может не быть, потому что после онкологического лечения возможность выключения яичников высока. Когда может быть разрешена беременность после окончания лечения? Во-первых, и в основных, это решение принимается лечащим онкологом. Сначала нужно обсудить с лечащим онкологом перспективы излеченности, оценку риска рецидива, выведение противораковой терапии из организма и тем самым запланировать возможность зачатия. При проведении химиотерапии, по международным данным, последующая беременность возможна через 6-12 месяцев, гормонотерапия через 3 месяца, после лучевой терапии через 12 месяцев, таргетная иммунотерапия – это самая неисследуемая область, но примерно через 6 месяцев зарубежные коллеги разрешают наступление беременности. Женщинам, ранее лечившимся от рака, от рака всегда требуется индивидуальное сопровождение, так как высоки акушерские риски. Преждевременное прерывание беременности, рождение маловесных детей, и они должны наблюдаться специализированной акушерской командой. Высока частота преждевременных прерываний беременности и родов, и влияет ли беременность на прогрессирование онкологического заболевания. Уже существуют данные, которые не подтверждают повышенный риск рецидива рака в результате последующей беременности. Стоит сказать, что данный вопрос рассматривался и изучался на самой большой группе пациентов гормонозависимого заболевания, такой, как рак молочной железы. И учеными после 10-летнего наблюдения, учеными установили, что диагноз рак молочной железы не показал никаких отличий в двух группах. Женщины, которые беременели в последующем, и женщины, которые воздержались от беременности, у них не было разницы в безрецидивной и общей выживаемости. Но что вдохновляет, что есть немногочисленные, но данные о том, что даже снижается у женщин с беременностью, у тех, кто решился на рождение детей, снижается риск смерти. Женщины после органосохраняющего лечения рака, эндометрия, рака яичников и пограничной опухоли яичников, желательно наступление быстрой беременности в течение 1-2 лет до развития рецидива. В данном случае только онколог может оценить эту ситуацию, и в данном случае рекомендуется быстрое наступление беременности. Но даже если в течение беременности зарегистрирован рецидив, то это никак не связано с потенциирующим влиянием самой беременности на опухоль. Это две параллельные истории. Что делать, если я хочу ребенка? В первую очередь я хочу сказать, что если вы хотите ребенка, он у вас обязательно будет. И есть множество вариантов, которые представлены на этом слайде. Если вы успели сохранить свой генетический материал, но есть матка, но на яичнике оказано гонотоксичное воздействие, то вы можете выносить и родить самостоятельно. Репродуктологи насытят ваш организм необходимыми гормональными препаратами, и вы в состоянии будете родить самостоятельно. Если есть матка, но нет генетического материала, нужно рассмотреть вопрос донорского материала. И выносить и родить самостоятельно ребенка, также вы будете в состоянии. Нет матки, но есть генетический родной материал. В данном случае рассматривается суррогатное материнство. И если нет матки, нет генетического родного материала, то нужно задуматься об удочерении или усыновлении. И мужское бесплодие вследствие онкологического лечения. С мужчинами, пусть это их не оскорбит, все несколько проще. Определяющим является возраст, но мужчина до 40 лет вполне себе репродуктивный. Только после 40 идет несколько уменьшение количества полового гормона тестостерона. И в диапазоне с 40-70 лет снижается постепенно, достаточно постепенно снижается восприимчивость семенников к тестостерону. В результате онкологического лечения снижается качество, подвижность сперматозоидов, нарушается морфология и целостность ДНК. Лучевая терапия также может оказать безвозвратные изменения в яичках. Европейская ассоциация урологов рекомендует тестировать репродуктивный потенциал до начала лечения. Это гормональное обследование. И мало данных об отцовстве после рака. Хотя большинство опубликованных данных обнадеживают, существуют некоторые противоречивые результаты, которые предполагают потенциально повышенный риск врожденных дефектов, особенно среди детей, рожденных ближе к отцовскому диагнозу рака. Но данная тенденция не наблюдается у отцов, реализованных уже намного позже, так как сейчас широко внедрено генетическое тестирование эмбрионов. И данные о детях, зачатых с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, как я говорю уже, достаточно их мало, но они обнадеживают во всех оговоренных случаях. Спасибо за внимание. И вы должны помнить, уважаемые женщины и мужчины, что онкологический диагноз – это не приговор, и он не лишает вас возможности иметь детей в будущем. Спасибо. 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 Спасибо.